Празднование В концерте, организованном партией Шор, приняли участие легендарный ансамбль «Лейся песня», известный молдавский и российский оперный певец Методия Бужор, заслуженный артист Республики Молдова Игорь Химич. С праздником всех жителей Республики поздравил председатель политической партии Шор Илон Шор. В своем обращении он обратил внимание, что необходимо помнить подвиг предков и постоянно проявлять заботу о живых ветеранах. Дорогие друзья, это великий день, великий день, который мы будем помнить всегда и всегда его отмечать, потому что именно этот день, это день победы. Да, к сожалению, сегодня, к большому сожалению, мы вспоминаем тех, кого нет рядом с нами, героев, людей, благодаря которым сегодня мы здесь. Мы всегда их будем чтить и уважать. Со сцены к участникам марша обратились также депутаты фракции партии Шор, Марина Таубер и Ерегина Апостолова. Низкий вам поклон. Поклон вашему героизму. Ведь всё, что вы делали, вы делали для нас, молодого поколения. И всё, что у нас сегодня есть, это благодаря вам. Память о Великой Победе – это неотъемлемая часть нашей жизни. Это священная память каждого из вас. Партия Шор – это партия, которая не только в преддверии праздника, а круглый год, благодаря вашим усилиям, заботится о ветеранах воин, о тружениках тыла, о вдовах. Потому что те проекты, которые внедряются в партии Шор – это социальные проекты для людей. В концерте и марше Победы в этом году приняли участие более 15 тысяч человек разного возраста. Это самый главный день нашей жизни. Самый главный, самый большой праздник. И мы желаем, чтобы был мир на всей земле, чтобы у нас было чистое небо над головой, когда не было войны. Это замечательно. Партия Шор действительно большое спасибо. Единственное, кто заботится о нас, старикам. В честь праздника всех ветеранов пригласили за праздничный стол. Затем мероприятия продолжились маршем Победы. Во главе с лидером партии Илоном Шором все участники прошли колонной к мемориалу воинской славы и возложили цветы к вечному огню. Колонна партии Шор растянулась на несколько кварталов по улице Измаил и первой вошла в мемориальный комплекс. Марши в честь Дня Победы 9 мая партия Шор организует второй год подряд. Ранее Илон Шор был инициатором и организатором нескольких больших концертов в центре Кишинева, посвященных Дню Победы, с участием знаменитых исполнителей Льва Лещенко и легендарного Иосифа Кобзона. Корреспонденты Центрального телевидения работают в этот праздничный день как в Кишиневе, так и в других регионах, чтобы вы могли получить самую оперативную информацию об основных событиях в стране. И прямо сейчас наша коллега Елена Веговская находится у мемориального комплекса «Вечность». Елена, вам слово. Здравствуйте, Ирина. На мемориальном комплексе по-прежнему много людей. Все подходят, кладут цветы к вечному огню, вспоминают героев, отдают долг и честь. Говорят спасибо. Есть и ветераны, они, как всегда, бодры в боевой готовности встать снова на защиту, если понадобится на них форма, медали и георгиевские ленточки. А рядом с нами наследники Степанцева Павла. Расскажите, пожалуйста, о нем. Степанцев Павел Пантелеич – это мой отец. Войну он прошел с самого первого дня. Он как раз учился в Киевском военном училище. И в первый день, 21 июня, их всех мобилизовали на фронт. Попал он сначала в кавалерийский полк, а затем в Севастополь. И воевал там в числе защитников Севастополя. Он один из немногих. Переплыл Керченский пролив в полном обмундировании. Потом он воевал уже на других фронтах. И за время нахождения на войне он получил три серьезных ранения и две контузии. Участвовал он и в Яско-Кишиневской операции. После чего его уже комиссовали и в 44-м году он вернулся домой. И, к сожалению, до Берлина не дошел, но до 44-го года он отвоевал. И большое ему спасибо за то, что мы живы. Мы видим, у него есть награды какие-то, если знаете. У него много наград. И за отвагу есть медаль, и за защиту и оборону Севастополя. У него есть гвардейский значок и много других тоже воинских наград, которыми мы тоже гордимся. И дома мы их храним. И они все у нас дома. И мы всегда смотрим на них. Подрастающему поколению рассказываете о прадеде, о том, что он совершил, какой подвиг. Конечно, мы очень чтим этот праздник. 9 мая в нашей семье это святой праздник. Мы стараемся всегда его отмечать и нашим детям прививать. Вообще понятие, что такое было даже для нас. Когда мы учились, нам прививали это. Вот это чувство патриотизма. И понятие, что для нас сделали. К сожалению, сегодня в школах этого детям не прививают. Поэтому стараются все в семьях это дать, насколько могут. Для нас это очень большой праздник. Всегда. И очень надеемся, что мы сможем передать это нашим детям, чтобы наши дети этого никогда не забывали, помнили и чтили. А они дальше уже своим детям это передавали. Глеб, ты гордишься своим прадедом? Да. Почему мы сегодня приходим на мемориал памяти? Что мы здесь делаем? Сегодня День Победы. Мы приносим цветы тем, кто воевал на войне. Спасибо. Вот такие истории из жизни людей, которые по-прежнему приходят на мемориал, просто тысячами несут цветы и благодарят ветеранов. Спасибо. Спасибо, Елена. Продолжим выпуск. Большой вклад в победу внесли молдавские партизаны. В 43-м году в их вооруженных отрядах было уже 3 тысячи человек. Всего же за годы войны они уничтожили 27 тысяч оккупантов, около 500 автомашин, 133 танка и бронемашин, 60 орудий. Также организовали крушение 309 воинских эшелонов. Только летом 44-го года партизаны и подпольщики спасли от угона в Германию и Румынию 40 тысяч жителей республики. Один из самых крупных и известных партизанских отрядов, журналист, дислоцировался в нынешнем Каларажском районе, а тогда Аргеевском уезде. Отряду журналист, действовавшему в Аргеевских и Каларажских лесах, с самого начала не повезло. Из 11 парашютистов при посадке погиб один местный житель. Ещё один взят в плен. А в бои пришлось вступать сразу же, говорится в архивных материалах. 17 марта 44-го при спуске десанта нас осталось 9 человек. Румыны пошли на нас в облаву. Убито 19 румынских солдат и полицаев. 27 марта в Сосенах был бой. Убит 21 противник. Наши потери 1 человек. 8 апреля взорван мост и одна машина. 12 апреля 14 румынских солдат взошли к нашему лагерю. Убиты 7 румын, один взят в плен. 13 апреля в Сосенах убиты 7 немцев, 2 румына. 16 апреля вместе с отрядом Фрунзе приняли бой. Наши потери 8 человек и 1 ранен. В чём подписывается боец Михаил Ильченко. Партизанам помогли местные жители из сёл Бравичи, Сосены, Цыганешты, Пуцунтеи, Хульбуака. Несмотря на боевые потери, численность отряда выросла до 88 человек. В леса ушёл и отец Веры Мельник. Из деревни возили хлеб, еду там, на эти телеги с лошади. Кто смогли, вот так прятались, чтобы их не убивали. Только одному они были. Вот из деревни очень много людей. Вот по этой тропе партизаны приходили в Сосены. На этом месте, оно чуть поодаль от села, стоял дом лесника Александра Кирика. Он первым из местных жителей присоединился к партизанам и обеспечивал связь с другими подпольщиками. За это каратели расстреляли всех из его семьи, кого смогли найти. После того, как отряд был разгромлен, семья Александра Кирика была вся расстреляна. И жена, и двое детей. Остался только один сын у него. 500 карателей было сброшено на этот партизанский отряд. Братья Александр и Иоанн, и Григорий Захарий погибли в последнем бою. Да, они воевали с оружием в ВК. А здесь отряд принял свой последний бой. Вот место старой землянки партизан. Ее разобрали два года назад из соображений безопасности. Сохранился и колодец, из которого подпольщики брали воду. Когда-то он назывался Чефульским. Теперь колодец комиссара в честь Федора Исайкина, погибшего здесь при облаве. Тогда каратели проявляли верх жестокости. Например, радистку Валю сожгли. Валю Максима нашли. Ее тело было обуглено, около нее была разбитая рад. Рация у Георгия Смелевского голова штыками раздроблена. Была ужасающая картина здесь. Они собрали тела своих товарищей и похоронили на этом же месте. К сожалению, поскольку в учебниках по истории, как сегодня у нас принято Румын, вообще не отражена деятельность партизанского движения, даже не отражены герои Советского Союза, уроженцы Республики Молдова. Место стоянки партизанской славы, особенно партизанского отряда журналист, нужно уковечить. Несколько лет назад усилиями местных властей при финансовом содействии правительства Волгоградской области в Сосенах отреставрировали памятник партизанской славы, где перезахоронены герои-подпольщики, включая уроженцев Молдовы. Теперь в планах привести в порядок и историко-краеведческий музей, часть которого посвящена Великой Отечественной и вкладу республики в освобождение мира от фашизма. Со времен Советского Союза восемь памятников в виде реальных танков стоят в Молдове на местах самых серьезных сражений. В Кошнице, Тирасполе, Корнештах, в Дубосарском районе, в Кагуле, в районе села Леушены и в селе Ченишиуца Резинского района. За многими из них – истории подвигов советских воинов. Наш сегодняшний рассказ об одном из танков Т-34 в Камрате. Долгое время считалось, что этот танк первым вошел в Камрат, где располагался гарнизон немецких войск. 22 августа 1944 года в ходе Яско-Кишневской операции 4-й гвардейский механизированный корпус генерала Жданова вел стремительное наступление в направлении Камрата. Экипаж танка лейтенанта Николая Третьякова получил задачу ночью ворваться в город, отрезать немецкому гарнизону путь на запад. Ворвавшись на полном ходу в колонны немецких войск, завязался крупный бой. Три танка вели бой непосредственно с живой силой противника. Один танк провалился, была яма. Из четырех танков, участвовавших в освобождении Камрата, три получили серьезные повреждения, один лишь чудом уцелел. Их дальнейшая судьба неизвестна. А этот танк, для того, чтобы стать символом победы, пришел гораздо позже, из Одесского военного округа. Когда подошли основные силы, экипаж танка уничтожил два немецких «Тигра», четыре орудия, 30 автомашин, несколько повозок с солдатами. Все члены экипажа были ранены. Лейтенант Третьяков сильно обгорел. Был извлечен из танка, он сильно обгоревший. Никто не верил, что будет жить местными жителями. И его до утра схоронили жители. За этот бой, последний в карьере военного, младший лейтенант Третьяков получил звание Героя Советского Союза. Анна Николаевна – один из немногих живых свидетелей тех событий. День освобождения Камрата помнит хорошо. Говорит, поздно вечером на окраине города что-то начало свистеть, греметь. Дети выбежали на улицу. Выскочила соседка и затащила всех в дом. Только на второй день, когда закончилась канонада, люди стали выходить на улицу. Обнаружили какое-то большое чудовище, железное. Стояло на обочине с какой-то трубой. Мы его обследовали. Через много лет я узнала, что это был танк Третьякова. И что мы в тот вечер, в то обеденное, послеобеденное время выскочили, потому что в это время зашли вот сюда советские войска. И тогда было освобождение. Анна стала одним из инициаторов установки памятника. Она искала воинов-освободителей и их родственников. Первая попытка установить танк на этом месте была предпринята еще в 70-е годы. Но активистам, поисковикам, историкам понадобилось почти 20 лет, чтобы в 1989 году танк занял свое место на постаменте. Это наш долг был. Долг помнить того, что люди сделали, что сделано было, что сделал вообще советский солдат для того, чтобы принести мир, освободить. Камрадский танк и по сию пору стоит на постаменте, как память о подвиге экипажа Николая Третьякова. Вторая мировая война продолжалась с 1939 по 1945 годы. Это время, полное боли и слез, стало переломным для жителей всего мира. О том, как отмечают окончание военных действий в разных странах, наш следующий сюжет. Во многих европейских странах День Победы отмечается 8 мая, в день подписания акта о капитуляции Германии. В странах бывшего Советского Союза празднуют 9 мая. Разница в датах не меняет сути праздника, который европейцы почитают и празднуют, потому что почти все европейские страны пережили это кровавое время. В Германии, в центре Нюрнберга, в этот день цветы возлагают к могилам советских солдат и офицеров, погибших во время войны. В немецко-русском музее, где было подписано соглашение о капитуляции, проходит минута молчания и специальная программа для гостей. Во Франции каждый год президент страны зажигает вечный огонь. Также возлагаются венки на могилу неизвестного солдата. На эту церемонию приглашают ветеранов, каждому из которых президент жмет руку. Кроме того, по всей стране проводятся парады и фестивали. В Польше 8 мая не выходной день, но он считается государственным праздником. В Варшаве проводят парад и возлагают цветы у могилы неизвестного солдата. В Чешской республике и Словакии День Победы в Европе считается официальным праздником. В этот день организуют парады, торжества и демонстрации военной техники. В Норвегии этот день называют Днем Ветеранов, торжественно отмечаемым, как другие государственные праздники. В Нидерландах и Дании День Победы отмечается тогда, когда страна была освобождена от фашистов. Израильский Кнессет принял закон о праздновании 9 мая Дня Победы над нацистской Германией в конце июля 2017 года. Этот документ закрепляет статус праздника, дату его проведения, определяет порядок организации торжеств, которые и так каждый год проходят по всему Израилю при поддержке центральных и местных властей. Для России День Победы над нацизмом – это праздник, важный для каждого человека. Всех ветеранов войны поздравляют, а парады проводят более чем в 30 городах страны. Однако все россияне стремятся хоть раз в жизни попасть на грандиозный парад на Красной площади в Москве, где год за годом демонстрируется лучшая российская военная техника. В этот день все жители страны празднуют День Победы, надевая военную форму и традиционные георгиевские ленточки. На этом дневной специальный выпуск новостей завершен.